Добрый вечер, друзья! Давайте я начну свой стрим с обращения к карабахским армянам. Это прямое обращение к карабахским армянам. Надеюсь, кто-то из вас, мои соотечественники, имхаргели айинакиснэш, я с усовым волничхор дзэс дуксад дзэс клэсэк дзэсак аасэнэн капдуксад наюмэ камлэсэмэк. Я надеюсь, я буду продолжать на русском, но я обращаюсь вот сейчас, в эту минуту, я обращаюсь к карабахским армянам. Уважаемые соотечественники, я никогда не был вашим врагом. Меня зовут Ишхан Вердзян, я никогда не был вашим врагом. Я знаю, какую чудовищную картину рисуют обо мне у вас в Карабахе. Я знаю, что у вас там введен термин ишханизация, что слово Ишхан Вердзян, это словосочетание у вас считается одним большим преступлением и самым смертным грехом. Но поверьте мне, я никогда, никогда против вас, против простых людей, никогда ни одного слова не сказал, не говорил. Я был единственным человеком, единственным в мире человеком, который два года назад заходил в чаты к азербайджанцам, заходил туда и говорил, друзья, объясните мне, что будет с этими людьми, когда придет время. Есть факты, есть доказательства, есть люди, которые могут это подтвердить. Я два года назад предвидел вот эту ситуацию. Я вот заходил на азербайджанские чаты, я говорил, объясните мне, что с этими людьми будет, какова будет их судьба. Понимаете, вопрос, ваш вопрос всегда у меня был в приоритете. Вы не можете найти ни одной моей публикации, где я как-то прищемляю ваши права, или как-то оскорбляю, или что-то плохого говорю о вас. Да, я говорил очень много плохого о руководстве Карабаха, так называемом руководстве, о Араике, об остальных, но о них я скажу сейчас, во время этого стрима, я расскажу, кто они такие, что они делают, чтобы вы тоже это знали. Но лично вас, лично тех простых людей, которые там живут, трудятся каждый день, у них там вне этой всякой политики, просто живут. Вот этих людей я никогда, никогда, никоим образом не оскорбовал, и никогда я им зла не желал, я даже выступал, всегда выступал на их защиту. Я всегда выступал на их защиту. Да, я понимал, что у Карабаха не может быть другого решения, что Карабах должен быть в составе Азербайджана, и исходя из этой реальности, потому что она реальность, вы видите, понимаете, друзья, если вас всех оттуда завтра выгонят, Карабах останется в составе Азербайджана, извините за слово выгонят. Если вы все оттуда завтра уйдете, Карабах все равно останется в составе Азербайджана. Я исходил из того, что Карабах это Азербайджан, И если Карабах это Азербайджан, значит там живут армяне, значит им нужна какая-то защита, какие-то условия. И я всегда выступал с этих позиций. Когда мне говорят, ты говорят, агент Олева, мне становится смешно. Когда мне говорят, ты турок, ты азербайджанец, мне становится смешно. Вы найдите одного азербайджанца в эфире, вообще везде, где вы заходите, что вы смотрите. Вот есть же обеспокоенные своим будущим люди сейчас. Вот это же смотрят карабахцы, правильно? Вот вы зайдите в любой азербайджанский паблик и посмотрите, чтобы кто-нибудь говорил о правах армян в Карабахе. Ну вот хотя бы кто-нибудь. Понимаете, об этом никто не говорит, об этом говорит только официальный Ереван. И то вот так витиевато говорит, прямо не говорит. А я прямо всегда говорю, что эти люди там должны жить и они будут жить. Да, под юрисдикцией Азербайджана, но они не потеряют ни своих домов, ни своего имущества, ничего не потеряют, а только приобретут. Только приобретут. Это было моим словом всегда. У меня был всегда этот подход. Я в первое место ставил вопрос карабахских армян, а дальше уже все исходило из этого, друзья. Я никогда не был вашим врагом, никогда. Я никогда не буду вашим врагом, как бы меня вам не представляли, уважаемые. Я не стану врагом своего народа. Да, я враг тех, кто вас держит вот в этой ситуации. И вот сейчас я именно коснусь вашей ситуации, в которой вы оказались. И просто поверьте мне, я вам зла не желаю, друзья. Если кто-нибудь из вас захочет остаться в Азербайджане, когда карабах станет Азербайджаном, если у кого-то есть что терять, есть у него дом, есть имущество, есть бизнес, если ему некуда идти, у него другого дома нет, он не хочет поехать, уехать, пожить в подъездах в Ереване. Если он не хочет уехать в Ереване, а в Ереване что с ним случится, как развится его судьба. У него там дом, дети, маленькие дети, вот давай возьмем их всех и вынесем в Ереван, да? Так неправильно, друзья, так не должно быть и так не будет. Поэтому, друзья, я всегда был на вашей стороне, честно. Я к вам обращение писал, я к вам обращался, вы все это игнорировали. Вы думали, что я хочу, понимаете, вы думали, что я хочу зла для вас. Я не хотел зла для вас, я хотел, чтобы когда придет этот момент, вы были под защитой, и вы будете под защитой, друзья. Я вам гарантирую, вы не слушайте никого, не слушайте никого, вы будете защищены в Карабахе. Не слушайте никого, друзья. Если я такие слова говорю, значит я на себя беру смелость такое говорить, понимаете? Значит я знаю, что говорю. Зачем бы мне вас убеждать, чтобы вы там остались? Зачем? Чтобы вы там остались, чтобы с вами что было? Если с вами вы хотели бы что-нибудь сделать, им бы не понадобилась моя помощь, понимаете? Чтобы я агитировал армян Карабаху, чтобы ребята с вами будет все в порядке, останьтесь. То есть это как работает? То есть Алиев сказал, Ишхан, а ну-ка давай собери для меня там 10 тысяч людей, там оставь, чтобы они там оставили, чтобы мы потом ужинали, да, именно вечер. Если бы они захотели ужинать, они бы ужинали, не спрашивали бы меня, понимаете, друзья? Ваши дома никто у вас не отберет, если ваше правительство не убедит вас оставить свои дома. Досмотрите этот стрим до конца, и вы поймете, о чем я говорю. Все. Это было мое обращение к карабахским армянам. А давайте сейчас, ребята, поговорим по сути, что происходит в Карабахе на сегодняшний день. Я думаю, что сегодня Арай Хару Цунян и его банда, Шайка, я всегда этих людей называл бандой, я их называл террористами. Азербайджанские СМИ их называли сепаратистами, не знаю, мятежниками, того, что... Я прямо говорил, что они террористы. Я всегда азербайджанцам говорил, всегда говорил, что они террористы. Что если вам нужно изменить судьбу или лишить судьбу карабахских армян, нужно избавить их от этих террористов. И сегодня вот они, вот эти Арайки и Ару Цуняны, они начинают осуществлять свой террор. Каким образом? Каким образом? Террор, их террор идет по двум веткам. Вот таким двум веткам. Первая ветка, это ветка пропаганды, что азербайджанцы вас всех хотят с землей сравнить, что после месяца жизни в Карабахе всех армян уничтожат, не знаю, что сделают. Это первая ветка. Вторая ветка, это сделать так, чтобы усложнить вашу жизнь настолько сильно, настолько усложнить вашу жизнь, чтобы вы сами просто оставили все как есть и убежали оттуда. И это сегодня делает Арайки Ару Цунян. Он сегодня искусственно создает гуманитарную беду, искусственно создает гуманитарную катастрофу в Карабахе. Он сегодня создает геноцид в Карабахе. Арайки Ару Цунян сегодня осуществляет этот ваш пухлик, который там сидит. Вот этот ваш пухлик, вот этот вот, сладенький. Который, помните, кофе пил, не знаю где. Он сегодня осуществляет геноцид в Карабахе. Каким образом? Он прекрасно знает, как это все завершится. Он прекрасно знает. Он знает, каково будет еще. Вот вы, обычный народ, вы не знаете. У вас здесь какие-то надежды, что что-нибудь, кто-нибудь, какая-нибудь международная организация, какой-нибудь фонд, это, то, три, четыре, совбес, вмешается это все прекратить. Ну, Араик точно знает, что он делает. Араик точно знает, что это никогда не остановится. Араик знает, что это не прекратится. Что, в конце концов, Карабах станет, ну, без вариантов он станет Азербайджаном. Он это знает. Но, зная это, что он делает? Он не позволяет, чтобы вам туда доставляли еду. Вот я не знаю, почему аплодисментами, хлопанием, то есть, приветствовалось то, что Азербайджан предложил через Ахдам снабжать Карабах всем необходимым. Армяне поставили бетонные блоки над этой дорогой. Почему они поставили, почему Араик дал приказ поставить бетонные блоки? Скажите, кого он этим голодом молит? Скажите, кого он хочет уморить голодом? Он хочет уморить голодом себя или народ? Вы знаете, что семья Арайка давно покинула Карабах? Вы знаете, что семьи всех ваших чиновников давно покинули Карабах? Вы знаете, что сегодня все, кто там в уши, вам в уши вот эту сладкую вату, лед, что наш священный Арцах, он всегда будет священным Арцахом, вот все они покинули Карабах, все их семьи. И у них семья кто в Армении, кто в России, кто в Америке, все. Понимаете? Они прыгнут в машину Красного Креста и уедут. Они прыгнут в вертолеты этого, РМК и улетят. Вот через, ребята, знаете, через 10, через один месяц, где вы окажетесь? Вот Карабахские армены, вот где вы окажетесь через месяц? Где? Вы окажетесь в Ереване, вам негде будет заселиться, да? А где будет Араик? Вот спросите, он сегодня агитирует всех, давайте, стоим, стоим, Араик, этот, Нерсей, тот, третий, эти говно, говно-оппозиционеры, вот этот вот, как это, как называли эту шавку? Артур Испири, нет, Артур Осипян, вот этот, вот тот, другой, Аютюнахпилюцун, Аютюнахпилюцун, вот эти ганд... Извиняюсь. Вот где они окажутся через месяц? Скажите, вот вы можете вот этого Аютюнахпилюцун через месяц увидеть, чтобы он в Армении, в Ереване стоял, у него что-то было плохо, да? Вот пускай через месяц он будет говорить, Аютюнахпилюцун, давайте, давайте, да, смотрите, что мы будем делать, у нас нет транспорта, мы будем бежать, мы будем сильными, у нас нет еды, мы будем кушать морковь, морковь это витамины. Вот что делаем. А вы не понимаете, друзья, вот этот, этот толстоголовый, который подключается, Аютюнахпилюцун, даже не знаю, как его зовут. Вот он вас на что агитирует? Он вас агитирует, чтобы вы кушали траву. Он вас за баранов держит. Когда придет время, его вот этого там не будет. Давайте спорим, на что хотите сегодня. Спорим, что через месяц, когда это все начнет уже решаться, вот этого, вот этого толстого, вот этого, этого идиота там не будет. Он уедет куда-нибудь, вот услышите, он станет стоять в Армении в какой-нибудь подъезде без хлеба, без ничего, и говорит, Аютюнахпилюцун, смотрите, где мы оказались. Будет говорить? Вот этот Осипян, где он окажется через месяц? Друзья, они у них все уже вот так схвачено, вот, вот они. Они знают, они четко знают, что они делают. И они четко знают, где они окажутся. Они четко знают, что их ждет. Они вас всех подставляют под это, они хотят вас всего лишить, но у них все решено, у них все схвачено, понимаете? в нужный момент, в нужное время, они все уберутся оттуда, понимаете? Вы ни одного, ни одного чиновника Карабаха, ни одного депутата, ни одного, не знаю, министра, ни одного МИДа, ни одного заммида, ни одного этого МИПа, МИП, это омбудсмена, ни одного там министра, чего бы то ни было, вы никогда, никоим образом, нигде не увидите ни мэра, ни заммира, вы не увидите в Ереване, чтобы он там остался без средств существования, понимаете? Этот МИД, МИД Карабаха сидит в Армении, министр иностранных дел, министр иностранных дел, сидит в Армении, смотрите, что он делает, смотрите, что он с вами делает, какие он речи толкает для вас, но смотрите, он в Ереване сидит, понимаете, у него там все хорошо, у него офис есть, деньги есть из бюджета ереванского, деньги получают, ни копейки в бюджет, ни копейки, ни пени, в бюджет Армении, он не вкладывает, но живет этот бюджет, и вам мозги подают, вот где вот они окажутся, и где вы окажетесь, вот скажите мне, ну вот давайте посмотрим, ребята, давайте запомните этот стрим, включите его через месяц, и посмотрим, где они оказались, и где вы оказались, они совершают геноцид, Араик Арутюнян совершает геноцид в Карабахе, сегодня, правительство, Араик Арутюняна, совершает геноцид, армян в Карабахе, они хотят устроить реально геноцид, не знаю, будут жертвы, не будут жертвы, но будет точно, все армяне оттуда уедут, все вы оттуда уедете, все, тогда будет этническая чистка, они хотят политически, устроить этническую чистку, чтобы потом, когда вы оттуда уйдете, вам ничего не было, но чтобы у Азербайджана на лбу написали этническая чистка, вот что они добиваются, это все политическая фигня, вот все эти митинги, все это движение, это политический фарс, у вас в Карабахе были запрещены митинги, почему они сегодня открыты, никто не спрашивал, почему дали этому Осипяну, дали право выйти митинговать, если через за день никто, нигде никак не митинговал, не спрашивали вы себя, ребята с вами играют, карабахцы, карабахские армяне, уважаемые, карабахцы, 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 простой народ сделали, пешками в большой игре, и они собираются этими пешками пожертвовать, они собираются, знаете, они бы всех вас положили там, если бы им дали такое задание, вот Арай, вы честно, вот Арай, всех бы вас он там положил, ему вообще ничего не интересно, ему интересны только его семья, которой нет в Карабахе, ему интересны только его деньги, все активы, которые он уже продал и вынес, сегодня у Арайка нету активов в Карабахе, хотя он был одним из самых богатых людей, олигархов в Карабахе, сегодня у Арайка какие активы есть, идите, вот если есть настоящие активисты, то есть люди, которые хотят докопаться до правды в Карабахе, идите у Арайка спросите, какие у тебя активы остались, какие были, какие остались, где твои активы, пускай говорит, где его бизнес, пускай показывает, где его бизнес, знаете, где его бизнес, не в Армении, не в Карабахе, друзья, он уже, уже, уже этот бизнес, уже по Европам бегает, все, эти деньги уже там, где надо сидят, Арайка ничего не связывает, сегодня в Карабахе, с Карабахом, придет в час икс, он сядет в вертолет РМК, улетит, он играет, он играет с вашими, он вас подставляет под удар, он хочет, он хочет совершить геноцид армян в Карабахе, Арайк, Аруцинян и его, все, которые ему подконтрольны, или все, кто его контролирует, они сегодня совершают, вот армяне в Карабахе, совершают геноцид армян в Карабахе, а все международные, все международные армяне, все, все армяне-армяне, то так аплодируют, они еще живут в своих иллюзиях, в Армении живут в своих иллюзиях, что может быть какой-то Арцах, что все это не бесполезно, что тут есть какой-то выход, и они вот с этой своей, с абсолютно непонимающей позицией, они делают все, чтобы с вами осуществили геноцид, и потом, чтобы это свалили на Азербайджан, мы этого не позволим, я это, я здравомыслящий человек, я гражданин Армении, я не позволю, даже если сейчас это никакого эффекта не возымеет, даже если сейчас меня никто не будет слушать, мне никто не поверит, хотя я давал вполне себе разумные вопросы, вполне задавал, попробуйте найти на это ответы, но если это все произойдет, друзья, я сбился, короче, уважаемые, вот в чем суть, вот в чем суть, сегодня в Карабахе осуществляется геноцид армян, сегодня в Карабахе осуществляется этническая чистка, осуществляется армянами, арайкам и подчиненными ему, эта этническая чистка не совершается Азербайджаном, Азербайджан никого оттуда не выгоняет, Азербайджан говорит, если хотите остаться, останьтесь, если хотите уйти, уходите, это не этническая чистка, Азербайджан говорит, у вас нет еды, нет лекарств, я вам предлагаю, вот берите, через Ахдам, что Араик делает, Араик закрывает дорогу в Ахдам, бетонными блоками, давай, давай, а ну-ка, пускай кто-нибудь сюда, из Азербайджана залезет сюда, ну пускай кто-нибудь, пускай кто-нибудь рискнет, понимаете, они осуществляют, они, они убивают, они молят вас голодом, Араик молит вас голодом, Араик добивается того, чтобы вы все, чтобы ваши дети умерли от болезней, Азербайджан предлагает им лекарства, Араик говорит, нету лекарства, не будет лекарства, ваши дети больны, им нужны лекарства, пофиг, не будет поступать лекарства, потому что я так решил, потому что он потом уберется оттуда, а ваши дети больные, которым нужна помощь, умрут на ваших руках, и вы потом обвините Азербайджан, хотя Азербайджан предлагал медикаменты вам, Азербайджан предлагал вам цивилизационный подход, цивилизованный подход, вы не согласны, потом они попытаются это все навешать на Азербайджан, что Азербайджан взял электническую чистку, но им не удастся, потому что все эти факты есть, и я как честный человек, я вижу что происходит, я понимаю что происходит, я всегда как честный человек буду стоять на этой позиции, это делает не Азербайджан, это делает Араик Аруссуня, я как называл их террористами, я их продолжаю называть, потому что сегодня они показали свою террористическую сущность. Раньше они просто грабили и убивали втихаля. Тот, кто им был не нравился, грабили и убивали его. Сегодня они решили всех ограбить и всех убить. Сегодня это принимает массовый характер. Я знаю, что Арайка оттуда обязательно сбежит. Без вариантов. Он найдет способ, он оттуда улизнет. Арайку ничего не грозит. Он сегодня вот, буду там сидеть. Ребята, вы можете увидеть Арайка там сидящим, когда вы оттуда все уедете в Армению? Вы можете туда, в Армении увидеть Арайка? Вот так же, чтобы он с вами, рядом с вами сидел. Вы уедете там. Я не знаю, сколько там, десятки тысяч. Кто-то говорит 120 тысяч, кто-то говорит 60 тысяч. Не знаю, сколько в Карабахе армян, сколько в Карабахе людей. Но столько домов в Ереване пока нету готовых. Ну, вы поедете в Ереван, друзья. Знаете, я это тоже говорил. Я два года назад говорил, построй какой-нибудь поселок для карабахских армян. Араб, построй. Если кто-нибудь приедет, пускай будет тут жить. Если никто не приедет, продашь потом. Нет. Он хотел финансировать территорию Азербайджана. Он хотел строить дороги в Карабахе, чтобы потом осталось Азербайджан. Но мы об этом продолжим. Но эта тема потом мы коснемся. Какую неадекватность, неадекватность проявляет Никол Пашинян. Невероятную неадекватность. Ну, это полбеды. Но самое главное, самое основное, что, когда вы уедете туда, в Ереван, вам тут будет негде жить. Вы будете быть в тесноте, в обиде. И вы потеряете в жизни все. И вы вот тогда посмотрите, где окажется. Где окажется Арайк? Он будет рядом с вами. Он даже в Ереване в Ереване не будет жить. Я не знаю, где-нибудь в Европу едет. Там, где его деньги, там, где его семья. Вот там вот можете, вот тогда вот тогда скажите, кто предатель. Арайк предатель или Ишхам предатель? Кто ваши дома разрушил? Я разрушил, и он разрушил. Вот меня сегодня во всех телеграм-каналах армянских... А этот армянин, он не знает, он потерял свою родину, он потерял свою национальность. Я своей родины не терял. Я своей национальности не терял. Я своей позиции не сходил никогда. Я свои принципы никогда не изменял. Я всегда был за армян. Не за армянство, вот это вот, то весовое, а ясто, не это, а именно за то, чтобы армяне жили хорошо, где бы они ни живут. Если они живут в Армении, они должны жить хорошо в Армении. Если они тут живут в Карабахе, они должны жить в Карабахе. Как граждане Азербайджана. Не как Великая Армения. Да, я против этих идей. Я против того, чтобы Армения жила мечтой, чтобы захватить все, что движется вокруг. Захватить земли Турции. Вот этими сказками вас кормили. Вот этим дерьмом вас кормили. Что когда-нибудь придет день, когда вы можете отбить земли. Что вы когда-нибудь можете отбить земли у Турции, у страны НАТО. Ну, идите отбить, отбейте. Первая армия в Европе по своей силе. Вторая в НАТО. Но первая армия в НАТО это США. Вторая в Турции. А Турция, то есть первая в Европе по силе армия. Ну, идите отбейте у нее. Вот каким дерьмом снабжали наши головы. Вот это все, это наше, это наше, это наше, наше. Мы все, мы все, мы все, мы все. Это все наше. И наплевать на все, наплевать. Вот так нам показывают, вот в этом мы живем. Но нам не говорят, что армянин живет в Карабае, он должен жить хорошо в Карабае. Армянин живет в Армении, он должен жить хорошо в Армении. Никто не говорит, что кто-то должен хорошо жить. Ни один армянин, ни один вот этот политик, ни один вот этот дашник не говорит, что армяне должны хорошо жить. Они говорят, что это должно быть армянским. А там... Дальше что? Ну вы возьмете половину Турции. Ну и возьмете там 40 миллионов курдов себе возьмете. Через год случатся выборы. 40 миллионов курдов поменяют Армению на мусульманскую страну. И привет, Армения. Тогда кому будете плакаться? Друзья, вас обманывают, друзья. Вас обманывают. Еще раз повторяю. Карабахские Армения, уважаемые. Я вам не враг. Я никогда не был вам врагом. Я вам никогда плохого не говорил. Я вас никогда не обманывал. Никогда. Вы можете все, что угодно обо мне придумать, Но вы никогда, ни один из вас, никогда Не сможет встать передо мной и сказать, что Ишхан, ты обманул в этом вопросе. Ты сказал А, а на самом деле должно было сказать Б. Этого нету. Не было и не будет никогда. Я никогда не обманываю, друзья. Я всегда честен. Всегда честен. Я с вами честен и сегодня. С вами хотят поступить очень плохо. Вас хотят, друзья, хотят, чтобы вашими смертями, вашими бедами, Хотят после того, как вы лишите своих домов, Они хотят на этом сорвать политические дивиденды. Это все политическая игра. Это вся игра направлена против Азербайджана. Вы в этой игре всего лишь пешки, Которыми уже принято решение, что будем ими жертвовать. Вами будут жертвовать. Карабахские Армены. Вы пешки. И принято решение, что вас всех, Ваших детей, ваше имущество, Это все идет под нож. Лишь бы в конце Азербайджан обвинить в этнической чистке. Но это не случится. Никто не сможет доказать, Что Азербайджан совершил этническую чистку. Потому что мы это видим, Мы это все фиксируем. И когда придет время, Мы это все предоставим кому надо. И покажем, будет этническая чистка в Карабахе или не будет. Или это был геноцид против собственного народа. Сегодня Карабахские Верхушко совершают геноцид против собственного народа. Все. Все, друзья. Если вы хотите, Карабахские Армены, Уважаемые, Уважаемые соотечественники, Если вы хотите стать пач-жертвами геноцида своих же, Пожалуйста, Слушайте, что вам говорит Араик. Но я вам все-таки советую, Перед тем, как слушать, что говорит Араик, Спросите у него. Араик, подойте спросить, Скажите, господин президент, Я чувствую, что это активное. Тут СТХ, бизнесмены, КГМ, МЭЦ, НИЧИ, ГОРЦЕ, РЕКУНЭЦЕ, Что это активное? Где ваши активы? Покажите. Вы думаете, что Карабах станет... Карабах будет независимой страной, правильно? Ой, извините, друзья, Тут так жарко сегодня в Стамбуле, Я подсилю, нереально. Вот Араик, да, Вот он рвет на себе рубашку, Вот так, да, Независимость, Мы никогда не сдадимся. Ну хорошо, Будет независимый, Независимый, Допустим, В твоем Арцахе будет независимый, Через, там, не знаю, Месяц. Где твои активы в этом Арцахе? Где? Ну покажи твои активы, Что ты тут, Что у тебя тут есть, В этом независимом городе? У тебя тут все было, Где теперь это? Ну пускай ответит, Зачем это все оставил? Куда это все? Куда он это все делал? Нету сегодня у активового Араика в Карабахе. Ни у кого, Знаете, друзья, Ни у кого сегодня, У из этих олигархов, Которые вас агитируют на смерть, Агитируют на стоять до конца, Ни у одного нету активов в Карабахе. Все свои активы вывели. Все уже знают, Что они, Вот все это завершится, Все, сколько надо людей там убрать, Там, с голоду, Все остальные уйдут, А они сядут по своим вертолетам И улетят к себе на Марс. И все. И будут всю жизнь валяться, Одна нога на другой ноге, Курить сигары, Попивать виски, Смеяться с вас. Смотреть на вас, И строчить эти, Эти, Патриотические тексты, Ай-яй-яй-яй, Как Азербайджан устроил Азербайджанскую чистку. Вот что ожидает. А вы спросите, Они где? Они где окажутся? Вот они вас агитируют, Остаться. Уминеть голоду. Они вас агитируют, Они с голоду умирают, Они завтра без дома останутся. Вот и спросите их, Понимаете, Знаете, Если я вождь, Вот смотрите, Допустим, Если я, Допустим, Я, Если на себя взял Агитацию Некого, Некого Явления, Да? Если, Вот это со мной, Кстати, случилось. Я агитирую, Что армяне должны жить в Карабахе Как граждане Азербайджана. Это моя точка зрения. И раз я эту точку зрения Как бы продвигаю, Я, собственно, Я сам продвигаю, Я сам ее придумал. Раз я ее продвигаю, Ради того, Чтобы достичь этой цели, Я должен на себе пример показать. Понимаете, Я должен сперва Сам сделать. Потом, Когда я сам сделаю, Скажу, Вот смотрите, Я сделал, Со мной ничего не случится. Ребята, Помните, Что я говорю? Я правду говорю. Давайте. То есть человек должен сам, Сам сделать то, На что людей агитируют. Первым должен сделать. Как это сделал я. Как я попросил гражданства Азербайджана, Чтобы жил у вас там, В Карабахе, Точно так же, Как вам это предлагает Азербайджан. Как один из вас. Я хотел остаться там с вами, Чтобы там защитить вас. Я медийная личность. Меня знают в Азербайджан. У меня сегодня было два интервью По азербайджанскому телеканалу. Два интервью. Понимаете, Обычных предателей на интервью Не зовут раз в неделю. Этого не бывает. Невозможно предателю, Чтобы государственные телеканалы Звали раз в неделю на интервью. У меня было сегодня два интервью. Один на АРБ, Второй на СБС. Я медийная личность. Я собираюсь остаться там. У меня есть огромное количество Друзей азербайджанцев. Огромное. Я собираюсь остаться в Карабахе, Жить рядом с вами И сказать, Ребята, Вот я живу, Я собираюсь жить с вами, Как армянин, Не как азербайджанец, Не как, Сегодня кто-то говорил, Вердян будет миликом Карабаха. Я не буду миликом никакого Карабаха. Я там буду простым гражданином, Простым человеком. Я буду заниматься своим бизнесом. Так же, как все остальные. Я вам говорю, Ребята, Я своей медийностью обеспечу, Чтобы вас никто там пальцем даже не трогал. Понимаете? Это все я обеспечу для вас. Вот что я предлагаю вам. Я вам не предлагаю, Что я продал родину. Это не я продал родину. И какую еще родину? Какую еще родину? Я ничего никого, Никогда, нигде не предавал. Я вам просто предлагал выход. Потому что я знал, что будет. Потому что я понимал, Я разбирался, что будет. Вот оно сегодня происходит. Вы истаете на грани потери всего-всего-всего-всего. Готовы вы потерять? Ради того, что Арайк вам так сказал. Пожалуйста, друзья, Теряйте, теряйте, Оставайтесь без дома. Это ваше решение. Пускай ваши дети будут больными. Это ваше решение. Пускай вы кого-то потеряете. Это ваше решение. Но в конце, прошу вас, В конце, Подойдите к Арайку и спросите с него. Не дайте ему уйти из Карабаха. Если вы увидите, что он уходит из Карабаха, Перекройте ему дорогу. И спросите с него. Требуйте с него. И мы посмотрим, Какой он на самом деле боец. Короче, друзья, Как бы это ни было, Как бы оно ни шло дальше, Это должно очень скоро закончиться. Всем очевидно, Что это долго не может продолжаться. Но продолжится месяц еще. Человек способен жить еще месяц в таких условиях. Но он проживет. Но после этого месяца Это все разрешится. Вот запомните мои слова. Пройдет месяц, И мы посмотрим, Где окажутся карабахские армяне, Где окажутся Арайк, И кто был прав, Кто обманывал. Вот пересмотрите этот стрим. И вот тогда все вам станет ясно. И давайте посмотрим, Будем ждать, Что будет происходить дальше. Будем следить за событиями. И что бы то ни было, Друзья, Что бы то ни было, Я на стороне своих соотечественников. Я на стороне своей страны, И на стороне своих армян. Только если эти армян есть подонки, Я против этих подонков. Я вообще против любых подонков, Где бы они ни жили. Против любых подонков. Вот такие подонки, Если эти армян, Это эти подонки, Карабахская верхушка. Вот я против них. Но я за всех остальных армян. И я за проотвитание армян. Где бы они ни жили. Все. Если это противоармянская позиция, То найдите, Идите, найдите более проармянскую позицию. Большое всем спасибо, И спокойной ночи. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс, И будьте в курсе всех событий. Субтитры сделал DimaTorzok